Не пукан подпекает, а голову. А знаете, почему не пьющий? У меня такое ощущение, что я домой приехала. Закатище закатывается за горизонт. Все, ребят, билеты купили. Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэммэзмен. Вы находитесь за окном, за окнищем на высоте... 50 метров. Да, 50 метров от земли, от асфальта, от жесткого асфальта. Ребят, короче, сегодня среда, сегодня 17 июня. И мы отправляемся сейчас в город. У него дядь с днём рождения. Ну как в город, я опять вот люблю и говорить, что в город, в город. Мы просто двинем... Слушай, у меня страшно, когда ты палку держишь там. Двинем вон туда. Вон туда, да. Алиска очкуется за то, что я вот так вот держу GoPro. Ой, тут и GoPro, камеру. Камеру. Короче, ребят, все, мы отправляемся в какой-нибудь магаз. Там что-то Алиске нужно в карандаш какой-то купить. Вот, и еще планируем сегодня сходить в кино. Стоим, ждем трамвай. Вон там два целых едут. Сто пудово какой-то из них, я думаю, наш. Хотя, да, возможно, такое, что вообще не тот, не тот. Я вот не вижу номер, блин. Восьмерка, что ли? Ну, 200. Это не наш тогда. А, нет, 22-й наш. Все, можно переходить дорогу. Мы просто в теньке стоим. Ну пойдем. Потому что там солнечно. Все, друзья, мы доехали до места. Ну, почти доехали. Доехали и дошли. Да. Много пришлось пройти все равно. Не так уж и мало, но в жару, блин, каждый метр на счету. Мы сейчас находимся вот около вот такого вот большого здания. Вот такого вот. И мы не знаем вообще, где это. Да, вот он золотой яблок. Географически. Не, не, нет, я не веду. Улицу я вам не назову, но мы вот идем вот в золотое яблоко, да. Покупать Алиске карандаш. 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 Рисовать будет. Рисовать. Вышли мы из этого золотого яблока. Нереально огромный магазин. Просто, ну, это. Да. Это прям... Нету. Нету этой фирмы. Да. А что за фирма? Smashbox. Вот так вот. Все вроде есть, да? Много чего. Но фирмы всякие там прям... Именно по фирму все вроде как расставлено, я так понял. Да, да, да. Ну, так пусть ехать. Ну, ладно, что, бывает. Идем, короче, обедать, идем в перчине. Кстати, за бортом 32 градуса. И это прям нормальненько так. Жарко, я вам скажу. Подходим, подходим к перчине. И у них здесь... Прикольная какая-то РЖД. Да, да, да. Прикольно. И как реально, как в Турции, как в Афинах. Здесь то, что на улице столики их опыляют водичкой. Что, ребята, мы в перчине у нас. Вот такие вот лимонады, апельсинно-мандариновые и крем-супчик. Приятного аппетита. Там, ну, вы знаете, все. Захавайте что-нибудь. Все, мы отлично так поели. И отправляемся. Вообще, на бузберились. И отправляемся на набережную. Хорошо, такие чаши. Да, очень клевые. Баночка, правда, такая. Сейчас просто идем, пока глаза глядят. У нас очень много времени до вечера. Пойдем по набережной погуляем еще, куда-нибудь еще по пути, может, увидим. Вот, а потом постараемся попасть на фильм «Шпионы». Или «Шпионка», или «Шпион». А я уже со стетом, он, короче, камеля какая-то. Друзья, в прошлом году этот фонтан был на ремонте. Площадь героев 21-й армии. А, 12-й армии. Да. Вот, собственно говоря, самый прикол этого фонтана, то, что он каскадный. С детства помню. Вот то, что... У него прохладно. Да, около него вообще дико прохладно. И сейчас мы обойдем сбоку и посмотрим. Он реально каскадный. Как вертиня. Детишки вообще плавают, не парятся. Вот вы смотрите, друзья. То есть у него водопад. Еще один уровень. Опять водопад. Еще один уровень. Да, все меньше, меньше, меньше. И в итоге вот в такой бассейн все превращается. Это, собственно говоря, и называется каскад. Вот эти вот все штуки. Красиво, здорово. И освежает. У фонтана всегда прохладно. Можно спрятаться от жары. А детишки вообще купаются. И, ну, даже, наверное, здорово, что их не гоняют. Они вроде там совсем мелкие. Что, купаются и купаются. Что такого. Ну, нас тут немного. Ну, и что, смоется. Все вниз. Поэтому они наверху укупаются. Конечно. В самом низу самая желтая вода. Добрались мы до набережной. Идем. Нам дико везет из-за того, что сейчас тучки. Тучки закрыли солнце. И, в принципе, пока можно жить. Ходим. Пока можно у кепки снять. Да, Алиска боится солнечного удара. У меня уже просто голова заболела. И я теперь вообще жутко боюсь. Испугалась. Да. Но меня тоже немножко подпекает. Ну, не это. Не пукан подпекает. А голову. Просто нам нужно постепенно. Нам не нужно сразу на солнце, не знаю. Да. Да. Чтобы мы не привыкли. Мы все-таки сибирские ребята. Потом привыкли, понятно. Конечно, привыкли. Но сейчас идем до чайки. Посмотрим, что за чайка. Потому что в прошлом году были, типа, рестораны. А в этом году Ваня сказал, что там новое что-то отстроили. Что-то клевое должно было. Что это переделали? Да. И меню, и Ирван. Да. Нет. Веснов. Нет. Мы уже думали, что это чайка переделанная. Нет. Чайка, походу, дальше. А тут, чувак, спутник запускает. Еще как кинет его в Волгу. Обалдеть. Обалдеть ее. Да, они вообще все переделали. Замутили. Все вообще. Она в виде теперь палубы, в виде теплохода. Тут уже вообще какой-то фонтан был там посередине. Ну, какая-то была такая, да. Это было посередине. Забавно, забавно. Ну, куда пойдем? Можно наверху пойдем? Наверху пойдем? Наверху жарко будет. Ну, там есть эти штучки. Ну, специально для Вани сейчас поснимаем. Потому что не знаю, когда Ваня попадет в чайку. Ну, в общем, здесь все попеределывали. Абсолютно все. Мы немного пересели. Поснимаем еще с такого ракурса. Ну, прям как на курорте, блин. Гордость, честь и слава Самарской области. Непьющий мужик. А знаете, почему непьющий? Может, у него руки заняты. Друзья, мы решили дойти до ЖД вокзала. Теперь отсюда от набережной. Вот, кстати, конец набережной. Самошедшие люди в 34 градуса просто. Гуляют по Самаре. Но, блин, реально, город нам прям очень за это время. За сколько лет мы сюда ездим. Сколько лет мы сюда ездим, да? Я почаще, да, был. Но и то, и все равно в детстве не так все воспринимаешь. В любом случае, короче, город классный, здоровский. Короче, у меня, если честно, у меня такое ощущение, что я домой приехала. Серьезно. Чем еще мы ходим по одним и тем же местам, которые... Которые уже были здесь, мы уже знаем. Да, есть так, да. Там мне надо в карту заглядывать, например, чтобы там добраться до ГУЗД. Ну, как бы сейчас даже до вокзала. Да. Посмотрели так. Причем, Даша уже второй год подряд в одном и том же месте примерно живет. Да. Там плюс-минус сколько-то километров. Так что, блин, Самара для нас тоже такой уже родной городок. Городок, как-то это слишком низко. Город. Но для меня есть один минус. Какой? Это дороги. В смысле вождения на этих дорогах. В смысле водителей тогда. Да, в смысле водителей это просто жесть какая-то. Жесткий. Это вообще там 50 километров скорость. Все по 100, по 150, по 120, блин, едут. Ну, и дорогу боюсь, что переходить, и сам, если сесть за руль, мне бы было бы страшно. Я бы тоже заочковал. Поэтому мы сюда на электричке приехали. Да. Мы сделали это. Просто ЖД-вокзал города Самара. Да, там же раньше была эта... Смотровая площадка. Да, смотровая площадка, но они туда не попали. И мне кажется, мы и сейчас стоим. Ну, знаешь, почему туда не попали? Потому что дикое пекло. Ну, да. Сейчас такая же ботва, я туда не полезу даже. Когда мы хотели туда попасть, на улице было 42 градуса. Потому что здесь где-то есть такая штукинция, где показывают время. Да. И показывают время, и темпы работают. Вот. Мы купили водичку, я одну просто залпом выпил. Просто пол-литра влил в себя и выбросил бутылку. Безостановочно. Подтверди, а то не поверят. Да, да. Мне просто горло болит, не говори, больно. Вот, ребят, мы идем на ЖД-вокзал, чтобы посмотреть расписание электричек. На завтра, чтобы, возможно, купить на завтра на самый ранний рейс, на самую раннюю электричку. Это пол шестого, она отсюда выезжает. Вот, это самое-самое раннее. Ух ты, как классненько, блин. И реально, сейчас бы тоже лег и лежал бы просто. Чтобы нас омывало. Все, идем внутрь. Друзья, мы уже выбрались из ЖД-вокзала Самарского, который просто оказался для нас лабиринтом диким. Ну, то, что лабиринтом просто нету каких-то указаний. Указаний есть, где нужно покупать билеты на пригорные поезда. Да, и в итоге мы нашли, купили. И в кассе на нас так посмотрела кассирша, типа, самая первая на 5.20, там что-то 25, грубо говоря. Короче, на пол шестого утра. На нее, да, 5.25. На несколько раз повторяю. Ну, да, да, да. Ну, ладно, 2 билета, типа. Нет, сначала 1. А, она говорит, 1, нет, 2. Потом я говорю, ну, мы, говорю, ранние пташки. Она пока там рассчитывалась, она такая, отдает билеты. Так, послушайте, ранние пташки. Если вы на него опоздаете, то вы можете попасть по на следующее. Эти билеты действуют весь день. То есть, ну, в течение дня можно на них уехать. Спасибо. Вот, сейчас вызвали такси, потому что вот отсюда до дома Дашкиного достаточно долго мы уже не пройдем точно. Мы не домой сейчас едем. Да, мы сейчас не домой. Мы сейчас опять за карандашом Алиса все хочет порисовать. Ну, скажи, что за карандаш? Простой карандаш для бровей. Просто, Миса, не надо было его смывать в раковине. Да, представляете? Алиска красилась над раковиной, а я что-то подошел руки помыть. Он у меня выпал. Да, выпал карандаш. Ну, в смысле, грифель, грифель. Да, и все. Все, мы добрались до дома. На улице начинает моросить дождик. Уже закатище. Закатище закатывается за горизонт. И мы собираемся идти на шпионов. Только что заказали такси. Еще пока тишина, еще пока неизвестно. Дали нам машину. Потому что сюда, когда мы заказывали, нас немножко так обломали прям. О, есть. Направленная машина. Белый Форд. 512 номер. Вообще все. Теперь мы спокойны. Сейчас подъедет тачечка и двинем. О, бля. И двинем мы смотреть, зыркать новый фильмец. А то Алиска все переживала. До Краснодара пока доедем. Уже из проката уберут. Не посмотрим. Теперь посмотрим. Все, идем. Тачек убежал, оставил нам ключи. В общем, из-за того, что на завтра уезжаем после 6 утра, было решено идти в Кирма сегодня на 9 часов. Поэтому... А удашки не получается, поэтому мы идем вдвоем. Да. Удашки дела, она завтра уже уезжает вообще куда-то там... Короче, куда-то уважает по работе. Да. Год спустя мы в Мега... Мега-сити. Мега-сити, да. Идем в кинотеатр смотреть фильм. Аплодисменты. Или шпионы, или шпионы, короче, непонятно. Мы не знаем. В прошлом году что мы смотрели? Там с Кэмерон Диэс. С Кэмерон Диэс, там где они порно сняли на айпад и раздали потом. Расшарили, короче, видео, да, всем, кому подарили айпады. Да, было еще вот так. Вообще Даша смотрела расписание утром. А мы даже сейчас что-то не подумали посмотреть. В этом ли она кинотеатре смотрела расписание? У нас такая... Сейчас она когда-то к силу вызывали, она говорила да ладно вам тут чуть ли не так что и жену. А, ну да, да, да. Смотрите, как прикольно. А вот сейчас раз и направо. Очкова. Сити. Сити. Все, ребят, билеты купили. поп-корн даже купили, правда, дико соленый. Настолько соленый, что либо мы выпьем всю воду, съев его, либо мы не съедим его, он даже до половины. Чуваки, нас мутно видно, но зато это неплохой вариант снять влог. Мы вышли из кино, мы реально поржали как следует, потому что фильм просто ну, блин, бомбовый такой. Бомбовая комедия, на которую нужно сходить. Шпион. Не знаю, мне очень понравилась роль Стэтэма. У него неплохо получилось сыграть такую комичную роль. Туповатого чудака. такого, прям не знаю, я прям ждал каждый вот этот вот кадр, когда он появляется. Думал, сейчас какие-то фишечки. Он всегда появляется с фишечкой. У нас сразу плохо видно. Нормально, ладно, сейчас поправлю. Вот так. Все, мы заказали такси. Алиска в моей рубашке, потому что замерзла с самого начала, как только зашли в кинотеатр. Да, ждем такси, приедет серебристой десяточкой и поедем мы уже спать. Завтра очень-очень рано вставать. Так не хочется уезжать вообще. Да. Три дня все-таки мало. Мало, да, согласен. Ну, блин, не последний раз, мы по любасу еще сюда вернемся. Ну да. И не один раз в четыре, Так что, ладно, все, не грустим и едем домой. Чуваки, мы добрались до дома, ноги дико гудят, просто адово. Нам уже вставать скоро, сейчас, что там, 12? 12.05. Через 3,5 часа. Ну, просто вообще. Поспим прям от души в электричке, наверное. Слушай, надо что-то скачать еще. Мы же хотели что-нибудь сделать. Сейчас посмотрим. Вряд ли мы, конечно, будем смотреть что-то. Но если Игра Престолов есть. Здесь просто интернет лучше, поэтому надо что-то скачать. Постоянно, да, постоянно мы, когда что-то начинаем с дома, даже из ванной выходим. Вот. Ребята, то у нас отдыхают. А на этом вонгарке показывайте квартиру. А, не показывайте. Не показывайте. Нет, мы все, мы все покажем. Там валяется, что-то он там валяется. Ребята тоже отдыхают уже. У тебя, Ваня, выходные уже, да, начинались? Завтра еще работают. еще завтра? Да. А потом, Ваня, ледно-мальчишек. Вернишься? Ну, не знаю. Я, кажется, будет именно так. Ну, клево, клево. Насыщенные деньки будут. Одни мы в деревню едем. Спать. Козу доить. Ладно, друзья, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok